Уважаемые жители города Ридер, хотелось бы проинформировать о ситуации на 23 число, какие работы выполнены на Ридер ТЭЦ. Полностью все, что было запланировано на воскресенье, завершены работы по механической части, установлены кронштейны, установлены ролики, установлена полностью выстроена одна линия, барабаны, подготовлены двигателя, электрическая часть полностью завершена. Временно, вот место пожара, вот оно, прямо здесь находимся, временно установлены сегодня с поликарбоната окна, параллельно изготавливаются остекления, именно пластиковые окна будут ставиться сюда, буквально на этой неделе они параллельно будут завершены. Значит, сейчас мы приступаем к растягиванию ленты, которая у нас имеется. Как я вчера докладывал, та лента, которая была привезена, к сожалению, не подошла. Я уже говорил, что недобросовестный поставщик поставил не ту ленту, которая нам необходима была по параметрам, хотя обещали ту же. Соответственно, была закуплена вторая лента, которая сейчас между Ускимногорском и Ридер город. К сожалению, опять же, погодно-климатические условия, в Семипалатске некоторый момент, сейчас дорога закрыта, но данную машину пропустили, сейчас она уже на подъезде к Ридеру. Но эта лента будет использована уже на верхнюю часть, на сегодняшний момент мы начинаем затягивать то, что у нас в наличии есть. Завтра с утра люди подъезжают, те, которые занимаются клейкой ленты, специалисты, именно мы приглашаем специалистов, чтобы не своими людьми это клеить, потому что все-таки это нужно, чтобы гарантия была в этом исполнении. Поэтому нам нужно будет затратить, как я уже говорил, на одно, вот на этот подъем, буквально 16 часов, 12-16, и туда на тот подъем еще те же часов, но мы будем день и ночь работать, в сутки мы планируем все-таки завершить. Завтра с утра начинаем и в течение суток произвести заклеивание. Поэтому одно, все-таки это зимний период, сейчас будут устанавливаться подогреватели, пушки внизу, для того, чтобы оклеивание нужно производить именно в теплой, ну скажем, плюсовой температуре, поэтому там будут специальные приспособления, будем закрывать палатками, значит, ставить такие специальные палатки, чтобы ни одна пыль не попала, потому что сам метод склеивания, он не прост, поэтому нужно будет соблюсти все, что необходимо. Поэтому, уважаемых жителей, хочу еще раз заверить в том, что на сегодня уголь, по той стороне вы вчера видели, вас вчера снимали, уголь-то как подавался, подается, практически каждым разом мы набиваем руки, поэтому уже смогли добиться о том, что увеличили объемы, котлы мы в том режиме, как мы на два котла обеспечения даем, они работают, котлы высокого давления, в смешанном варианте мазут и уголь, остальные котлы работают на мазуте, но на мазуте не позволяет увеличить давление, соответственно, увеличить настолько, как нужно нам температуру, поэтому мы поддерживаем эту температуру, чтобы 57, 56, 53 на подаче мы держим. Тем самым, то, что мы сейчас максимально можем сделать в этих условиях, в этих чрезвычайных ситуациях, которые есть, я думаю, в благополучном раскладе завтра сутки мы проклеимся и на послезавтра будем планировать, чтобы у нас все пошло. И в тот момент, когда все пойдет, для этого у нас уголь, запасы есть, более 23 тысячи тонн накопленного угля, организована полностью разгрузка, мазут у нас в наличии есть, но хорошо, вот спасибо Косынку, который под рукой горячий мазут вам подает, в общем, делимся, наш ТЭЦовский мазут подходит, Их на мазут, в общем, никто тут не разбирается, друг к другу, как бы, навстречу идем, потому что стоит город перед нами, стоит население, поэтому здесь, как бы, личные интересные компании отпадают, только задача стоит держать тепло, удержать тепло. Казанцев Максим Сергеевич, предприятие называется Стальтехснаб, руководство города обратилось к нам тоже за помощью в изготовлении ролика опор. Вот, разных комплектующих для восстановления конвейера, вот, получается, основную часть мы уже изготовили детали, вот, и на резервный, то есть, основной конвейер уже все смонтировали, а вот на резервный еще, вот, последние детали закончили поставлять, ну, то есть, тоже работали, как бы, сутками люди, все выходные, Ну, вот, на сегодняшний день мы, как бы, все, все свои обещания, обязательства выполнили перед РТЦ, ну, как бы, наш город болеем, чтобы, как бы, это, чтобы быстрее все заработало, чтобы в домах стало тепло.